Девушки отдыхают Здравствуйте! Я считаю, что свою судьбу нужно искать и заниматься этим вопросом плотно, поэтому я здесь. И вместе со мной мои друзья Павел и Софья. Дмитрий, 29 лет. Отменил свадьбу с возлюбленной после того, как узнал, что в далеком прошлом она была любовницей женатого мужчины. Дмитрий – спортивный комментатор, телеведущий. Гордится своим литературным талантом и разрядом кандидатов в мастера спорта по большому теннису. Предупреждает, что не ест молочные продукты и никогда не сядет за руль автомобиля. Дмитрий опасается жгучих брюнеток и гламурных особ. Никогда не заинтересуется невеждой и не свяжет свою жизнь с доступной женщиной. Женится на светловолосой, начитанной спортсменке без детей и темного прошлого. Начнем, пожалуй, с цветов. Вот такой цвет хочется преподнести у Селиси. Спасибо. Вам почему-то белый. Не вилла себе. А этот цвет... А мне спасибо, крась. Точно. Дмитрий, во-первых, очень симпатичный. Молодой человек вообще, кстати, в моем вкусе. Дмитрий, вам 29 лет. Вы такой тонкий и умный. Правильно нам подарили цветы. А что же вам так не везет в любви? Зачем вы себя загоняете сами? Ну, я считаю, что это не очень простой вопрос найти спутницу жизни. Давайте... Нет, дело не в спутнице. Дело в том, что вы сами себя загоняете в ад. Это такой склад характера. Я долго этим мучилась. С возрастом, слава богу, прошло. Я хочу к вашей первой истории с девушкой, с которой у вас все было прекрасно и хотели пожениться, но вы вот узнали то, что не смогли пережить. Да, ну, скорее всего, это была вторая история, да, потому что до этого я был в браке, у меня есть дочка, ей 5,5 лет. Слушай, ну, вот, кстати, девочек люблю и очень хорошо. Нахожусь с ними общий язык. А из-за чего развелись с женой? Ну, как Маяковский писал, любовная лодка разбилась об быт, да. Да. Наверное, мы все-таки не были к этому готовы, застали отдельно жить, и было все как-то, ну, сложно. Хотя, в общем-то, чувства, конечно, уже были. А знаете, почему сложно в молодости? Потому что молодая жена перетаскивает модель поведения и существования своей семьи, а мужчина молодой – модели поведения своей. А мозгов для того, чтобы сесть и сказать, дорогая моя, так жили наши родители, мы с тобой будем жить совершенно новой семьей. И мы сами придумаем. Ну, каждому возрасту свой опыт. Да, мой дорогой. Ну, с ребенком общаетесь, слава Богу. Да, да, да. Но эта история по молодости мне не так интересна, потому что она слишком типична. Слишком, да. А вот та история страсти, она просто достойна, так сказать, перу и сюжету. Ну, и действительно, перу она была достойна, и я много стихотворений написал на эту тему, и писем любовных. Итак, вы влюбились в женщину. Я влюбился в женщину, мы познакомились с ней в одной из соцсетей, переписывались, встретился с ней. Она не из России, а из Белоруссии. Встречались, может быть, естественно, не очень часто, потому что она профессиональный спортсмен, но регулярно для того, чтобы чувства становились сильнее. И в итоге сделать ей предложение. Это все было очень красиво. Я выпустил очередной свой сборник стихов с ее фотографией. Да, конечно, на обложке, и, ну, вот, как бы, вместо автографа написал предложение. С каждым человеком можно сложиться по-разному. Ну, не знаю, что очень важно, а как он делал предложение, вот он рассказывал. А кто вам открыл глаза на ее прошлое? Как вы узнали? Ну, как бы, я знал, что я не первый в ее жизни, но мы просто этой темы не касались все время, пока мы общались. Правильно. Да, а потом так получилось, ну, разговор зашел на эту тему, и слово за слово открылась эта правда. Правда какая? Что у нее была жизнь до вас, что она не родилась в день вашего знакомства, что она взрослая девочка, у нее были отношения с 40-летним мужчиной. Ну, вы знаете, какую-то правду вы можете принять, а какой-то нет. Вы узнали, что она жила с состоятельным мужчиной, который ей помогал... Встречалась. ...деньгами. Ну, встречалась. Ну, там не в деньгах был, в общем-то, вопрос, а вообще, вот, как бы, сама суть истории, что вот, да, так произошло. Содержанка, что ли? Нет, 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 не содержанка. Что он был старше ее и был очень небеден, да. И женат. И женат. А так что больше, ну, неприятно, то, что женат или то, что богат, а? Хороший вопрос, говорю, но все в миксе. Скажите, Дмитрий, честно, если бы вы узнали, что она страстно любила нищего студента, жила с ним в подвале, мыла подъезды и лифты для того, чтобы ему оплачивать обучение, любила, умирала, а он вырос, стал профессором и бросил ее. Вам бы было легче с этим смириться? Ну, со слагательным наклонением всегда очень тяжело рассуждать. Нет, нет, я вам хочу сказать, для нас, ревнивцев, по барабану, что она была с женатым и с богатым, что она бы была со студентом, с бедным. Но ведь какую-то правду мы можем принять? Расследовать, не можем. Не можем. Нет, мы вот такие патологические ревнивцы. Значит, нам не нужно об этом знать? Нам не нужно знать, да. А хочется все-таки иметь не кота в мешке, а как бы... У меня был один... Замкнутый круг, нужна девственница тогда. В молодости один возлюбленный, он был мастер спорта по виндсерфингу, международного класса, был младше меня. Я ему говорю, скажи, Федор, честно, клянусь, вот ты сказал, я забыла. Ну, я взрослая, мне 25, он был 18. Я говорю, Мария, вот просто честно, вот ты сказал, я забыла, правда. Ты на сборах мне изменил? Он говорит, ага, два раза. Я не из-за того, что... А что два раза мне по ушам хлыст? Только этого не смогли ему простить, да? Представляешь, вот это... А мальчика любила в школе, и он говорил, котлеты. Не котлеты, а котлеты. Вот это я слышала, он говорил, мне мать дала тебе котлеты. И все, не, она просто один раз исчезла, и все. Понимаете, поэтому смотря с какой правдой. Я вот с этой правдой не могла смириться. Ну, наверное, с правдой котлетно я бы смирился. Короче, Дмитрий, тяжелый случай. Очень. А, он еще сильный ревнивец, Даша. И вы не хлопнули дверью, вы ведь к ней возвращались, потом вы летали к ней на сборы, вы делали ей предложение, а дело все шло к свадьбе. Да, но на тот момент я не мог это в одночасье разорвать. От нее? Она сказала, да, что были отношения? Она пожалела, наверное, 500 раз. Как вы думаете, что бы на тот момент вам могло помочь? Ну, мне кажется, на тот момент я сделал все, что мог, и психологическую помощь. Ходили к психологу? Каждый день общался и сам с собой работал. Мне кажется, я все сделал, то есть мне себя виднить не в чем. На тот момент все, что мог, сделал. А вот вы заявляете, что у вас невеста должна без темного прошлого быть. Это что такое? Ну, помимо, так я поняла, что богатый, женатый не подходит. Темное прошлое? Я не был. Темное прошлое, но это если два года отсидела. Еще темное прошлое, что может быть? Ну... Ну, ребенок может от предыдущего брака. Ну, это нежелательно, конечно. Да ты с ума сошла. Нет, конечно нет. Да ты с ума сошла. А что ты говоришь? Тогда, значит, мы даем задание всем нашим невестам. Говорить сразу чистую правду, чтобы потом не было никаких неожиданностей. Тогда вы про свои скелеты расскажите. У меня нет таких скелетов. Я с замужними женщинами не встречался. Я не был там ходоком налево. У меня не было... То есть вы ни разу вообще с женщиной, будучи в отношениях, не изменяли? Изменял жене. Изменяли жене? Да. А значит, вот с таким прошлым мы вас должны принять. Да. И с ребенком. А женщину хотите без ребенка и без того самого темного прошлого? Остается одно, темнить. Селиса, но он такой. Почему? Ну, он такой. К нам пришел человек и говорит. Мне 29 лет. Так сложилось, что я болен. Я очень ревнивый человек. Настя, если человек хочет ревновать, он найдет любой повод, чтобы тебя приревновать. Столб, не столб. Дело не в ревности было. С богатым и с женатым. За деньги, Лариса. Да нет, она бы и к студенту нищему ревновала, если бы она... А вы знаете, почему-то в других отношениях у меня не проявлялась эта ревность. Я знал о прошлом жены своей. Вы бы взяли женщину с ребенком? Нет, не взял бы. Нет, потому что она бы встречалась периодически с бывшим. Нет, я хочу просто свою семью изначально, я хочу в этого человека маленького вкладывать... Да, девочки, не просто так вам задают вопрос, но она-то вас должна принять со своим... с вашим ребенком? Ну, я не живу с ребенком. И она не будет жить со своим ребенком? А где он будет? А, если вы с бывшим мужем? Ну, пускай, может, на воспитание момента. Ну, ладно, неважно, собственно говоря. Хорошо, вы такой, как у вас есть, Дмитрий, и мы все равно должны сделать так, чтобы вы ушли не один отсюда и счастливым. И мне очень нравится, что вы с шероховатостями, что вы с нервными руками, что вас это беспокоит, у вас горит глаз. Вот, вот, да. Значит, я вас правильно поняла, Дмитрий? Значит, мы рассматриваем вариант целомудренной девушки, то есть вообще не имеющей... У меня ни разу не было целомудренной девушки, поэтому это предел мечтаний. Очень хорошо, но это хорошо. Либо, если не целомудренная, она должна признаться в этом, у нее не было вообще никаких мужчин. Ну, чтобы прошлого-то не было. Ну, хотелось бы, чтобы это было... Не, а как, если она не целомудрит, значит, был мужчина. Был, да, мужчина. Ну, чтобы все это было как-то... Соответствовало принципам определенным, чтобы все было правильно. Хорошо, все тогда понятно. Родилась. Ну, очень задача простая. Найти целомудренную девушку без темного прошлого, вы эстет. Мне, кстати, импонирует, чтобы и спортсмен, значит, можно и спортсменочку, собственно говоря. Там некогда все это глупостями заниматься-то. В общем, ориентиры понятны, будем такую искать. Да, да, все, все, все. Роза, мы здесь, мы здесь. Роза, третья шла, мы третья. Василиса. Вы сложный тип. Я бы не согласилась с Розой же по поводу того, что вы просты в своих предпочтениях. С одной стороны, имеем близнецовскую луну. Люди этого типа очень любят поговорить, и словесный контакт считают самым сексуальным, что может быть. Я не иду тогда, меня сразу забракует, да. Нет, Дашка у нас как раз по всем параметрам будет. Вот если она будет с вами говорить, если вы будете до утра проводить в разговорах, вас уже многое будет устраивать. Поэтому я бы, конечно, сегодня нашим девушкам пожелала разговорчивости. И одновременно луна в оппозиции с ураном. Вы то жаждете близости и открытости душевной, то закрываетесь и хотите, чтобы вам не лезли в душу. Это на самом деле метание от желания такого теплого, близкого контакта, луны, почти родственного, до желания изоляции. Вот я считаю, что это преодолеть в браке на самом деле сложно. Поэтому нам, девушку, нужно найти с одной стороны веселую, говорливую, готовую идти на контакт. С другой стороны, умеющую отступить в сторону и немножко холодноватую. Я согласна с Василисой, вы человек сложный. И девушка вам нужна с садовым терпением. Хитрая, изворотливая, умная, статусная, обязательно. Потому что вы себя ощущаете тоже в первых рядах. Вы молоды и многого добились уже в жизни. Поэтому будет непросто. Ань, ну ты у нас многого добилась в этой жизни уже? После рекламы у нашего жениха состоится первое свидание. Не пропустите. Вы смотрите «Давай пошелимся». У нас тут и Дмитрий. Идите, знакомьтесь с первой девушкой. Удачи. Спасибо. Спасибо. Привет. Меня зовут Арина. Я натуральная блондинка. Надеюсь, наше знакомство будет яркой вспышкой в нашей жизни. Здравствуйте. Дмитрий. Очень приятно. Хочу вам презентовать свою книжку. Присаживайся. Спасибо, Дмитрий. Один из... Да. Ну давайте пообщаемся. Она его может поцеловать в лобик. Красное платье, оно вызывающе, мне кажется, выглядит. Ну ей идет. Это классика. С кем вы? Это моя подружка Яна. Очень приятно. Очень приятно. Вот эти гонки мне нравятся. Про натуральную блондинку. Это первое, что в женихов-то можно обмануть. Давайте на вас посмотрим. Давайте. Арина. 25 лет. Модель. Гордится тем, что нашла в себе силы бросить курить. Мечтает попасть на обложку глянцевого журнала. Предупреждает, что мало ест. Арина закрывала глаза на то, что ее возлюбленный тайно встречался с бывшей избранницей. Но простить ему потерю своей дисконтной карты не смогла. Надеется, что Дмитрию она сможет довериться. Принципиальная девушка. Молодец. Прям как наш Дима. А дисконтная карта куда? А дисконтная карта просто... Я дала своему возлюбленному наконец-таки карту, чтобы он купил мне подарок. Потому что подарок это был, наверное, первый за 4 года. К 8 марта. К 8 марта, да. Ужас какой-то. На шалуке сидит. Пожалеть ему. Пришла выговориться, отрыгиваться. Ариночка, ну ведь дело было не в карте дисконтной карты. Это была последняя капля, я так понимаю. Конечно. А то, что вы 4 года закрывали глаза на то, что он бегает к своей бывшей? Ну, дело в том, что бегал к бывшей он, наверное, первый год. Потому что там он с ней прожил 4 года до меня. И расставание было такое тяжелое. Но все-таки он ушел ко мне, потому что мы как-то встретились. Поняли, что родные души. Но все-таки он как-то через 3 месяца после нашего знакомства, он стал вот уходить. И как-то медленно так, без объяснения, причем абсолютно. Я понимаю, что что-то не то, но я-то уже влюбилась крепко и так настоящая. А откуда вы знали, что он у бывшей? Ну, просто друзья подсказали. Да и, собственно, да, он, наверное, и не скрывал. То есть социальные сети и так далее, то есть все видно. И она просто мне писала, естественно, не давала мне покоя. Она терпела, потому что, наверное, любит. Ну да. Когда любишь, всегда будешь терпеть. Все простишь. Арина, почему вы такая видная девушка, симпатичная? Почему вы позволяли к себе так относиться? У всех такой вопрос возникает. И у родителей, господи, мама уже не могла нарадоваться. А как вы на него отвечаете-то на этот вопрос? Сами себе вы как ответили? Я безумно влюбилась. А я верю, что его безумно влюбили, потому что это не было корысть. Он мало того, что был жадный, не делал вам никаких подарков, вытирал обоснованных. Да, бывает такая вот коварная любовь. Кто от кого ушел? Он уходил много раз. Но в самом конце, естественно, уже просто не было сил терпеть все это издевательство. И тем более столько лет это длилось. Если бы это длилось год, но любовь... А вам предлагали пожениться? Нет, я... Девушки не предлагают обычно. Обычно это для мужчины. Ну если она столько терпела и ждала. Но обычно это мужчины делают. Обычно да. Я надеялась, как обычно, на чудо, получила... Как всегда. А он-то как объяснял, чего вы ему не додавали, как вам кажется? Или, может быть, у него были претензии к вам? А ему просто это не нужно было. Вот такое ощущение, что... А сколько ему лет было? А он был муравейсник. То есть изначально мы как познакомились, у нас там полтора месяца разница всего. Ну он просто был молод. А вот уже это из области чудес. Мне, кстати, очень понравилось, что вы написали в графе вашего досье приданно в ближайшее время покупка квартиры, машины и загородного дома. В ближайшее время, да? Ничего себе. Значит, обеспеченная. Значит, модельный бизнес, у нее прибыль. Вот я все искала глазами, где будет написано, я не знаю, ограблю банк, получу наследство. Ну, скорее всего, наследство. Наследство. А кто, кто царство небесное? Ну, наследство это, так сказать, образное. Просто родители много работали и получают это наследство за свою работу. Ну, всяко же бывает в жизни. И что, прям дочке загородный дом, что ли? Ну, почему не дочке, себе. А дочка будет приезжать туда к ним. А, так это не ваше будет? Ну, в смысле, ваше как? А дочке по наследству. А мне квартиру и машину. Ариночка, как вы оцениваете поступок Дмитрия? Вы считаете, что это была объективная причина, чтобы расторгнуть свадьбу накануне? Ну, в любом случае, это какие-то такие серьезные принципы, но у всех у нас было прошлое. Просто Дмитрий с этим прошлым мириться не захотел. Не любил он ее, если из-за такой фигни решила там выкинуть колечко. Димочка, пообщайтесь с Ариной, чтобы выяснить про скелеты. А вы как свое свободное время проводите? Клубы? Я тоже хотела спросить. Ну, клубы тоже. А я вот по клубу не хожу. Она же модель. Ты знаешь, какая не паша. Ну, я не страшно. Просто. А через пять лет мы кем себя, ну, видим-то. Ну, хотелось бы, наверное, хотелось бы видеть себя ведущей. Ведущей чего? Ведущей программы здоровья. А здоровье? Конечно. Слушай, видишь, заинтересовался Димулька-то. А вы чего, медицинский заканчиваете? Нет, не заканчивала, но я бы за это время, которое у меня сейчас есть, я бы могла поучиться. Медицинском? Нет, не обязательно в медицинском. Это, образно говоря, программа здоровья. Просто, чтобы стать ведущей, я бы могла бы поучиться. А кто в образовании? А вот такое прошлое-то. Я в образовании экономист. А почему вы не работаете в профессиональной? Я работала, нет, я работала, пыталась работать и аналитиком, и пыталась работать и администратором. Но понимаешь, что какая-то работа, допустим, пятидневная, и, ну, вот график стандартный, пятидневка, не моё. Не могу, я сидеть на месте, мне тяжеловато. Но спорт любите? Спорт очень люблю. В каком проявлении? Хожу в тренажёрный зал. Нет, это не спорт, это фитнес. Спорт это всём другой. Вы сейчас в Москве проживаете? Нет, я живу в Петербурге. А, в Санкт-Петербурге. Вы приехали специально? Приехала специально. Спасибо. Мы к вам, к нам, в смысле, переедем. И что? Пустим, на, кстати, на своё жильё-то. Да в этом нет, конечно, каких-то... Ну, без прописки. Без прописки. А будете брачный контракт заключать? Нет. Почему одно... Как бы они должны заключать другое? Ну, потому что... Ну, никогда даже такой мысли не было. Хотелось бы, чтобы брак строился на любви, а не на расчёте. Проходите, Ариночка, покажите сюрприз. Как вы думаете, какой у него сюрприз будет? Пройдётся, может быть. Сегодня я хочу попробовать себя в качестве ведущей, поскольку это моя маленькая мечта. И хотелось бы вручить уникальную премию, которой удостоится единственный раз в жизни только один мужчина. Итак, победителем в премии «Форвард моего сердца» является победитель Дмитрий. Просим на сцену. АПЛОДИСМЕНТЫ Дмитрий, поздравляю. Спасибо большое. Спасибо. Очень оригинально. И всегда мечтал золотого этого истукана подержать в руках. Как неожиданно. Оригинальщина. Спасибо. Спасибо большое, девчонки. Прелестный сюрприз. Проходите в комнату. Не забудь прочитать. Ну и как вам невеста? Мне понравилась. Модель не может не понравиться мужчине в любом случае. Ты мне поддерживала морально. Я чувствовала твою поддержку рядом. Друг просто остолбенел на пару с ним. А вы что увидели? Мне понравился сюрприз определенно, как идея, да, и формулировка. Быть может, действительно, мужчина в моей жизни это... Нападающий. Это другое дело, да. Но именно то, что она употребила слово «форвард», как-то связь с футбольной темой. Но, если честно, я не могу представить Диму с ней. Не понравилась подружка? Ну, я и обработала. Как тоже женщина, она-то нравилась. Я вам только тебе. Бороза, как тебе невеста? Ну, невеста с перспектива. Я вообще рекомендую, если вы будете ее выбирать, брачный контракт, по совету Ларисы, нужно обязательно заключать. И обязательно туда надо нести пункт. Это я вам уже советую. Я, конечно, не юрист, но по опыту. А у меня вот, кстати, друг и юрист. Если вдруг, ну, вам говорить, значит, если вдруг что всплывет, да, профессия у нас, ну, какая, значит, развод и ничего не получает. Правильно? А, вот тогда можно. Петро. В итоге я останусь без квартиры, без машины. Молодая, яркая, интересная. Странно начала с какого-то такого бабского вранья. Я натуральная блондинка. К чему это? Она не натуральная блондинка. Это никак ее не характеризует, ничего не дает. Ей не нравится, когда женщины по мелочам такие брошки. Ну, с другой стороны, кто этим не грешит? Если вам понравилось, почему бы и нет? Соединение Венеры с Нептуном в Козероге. Фантастически способна ошибаться в любви, но если даже эту ошибку делает, если она влюбляется, то влюбляется накрепко. Так будет всегда. Но я боюсь, что это не совсем ваш тип. Женщина, я должна про это сказать. Вот поэтому сама по себе прекрасна. В связи с вами пока должна подумать. Дима, не слушай их, не слушай. Давай поженимся теперь в вашем мобильном. Наберите 0736. Роза и Василиса дадут вам совет в любое время. Вторая невеста готовится к рандову с нашим женихом. А пока, Рихлама, оставайтесь. В эфире «Давай поженимся» у нас в студии Дмитрий. Идите, знакомьтесь с вторым весом. Благодарю. Здравствуйте. Меня зовут Аня. Я очень рада, что вы тоже увлекаетесь спортом. Как минимум, одна общая тема у нас уже есть. Очень приятно. Здравствуйте. Здравствуйте, Анна. С кем вы? Я с моими подругами. Это Анастасия и Лена. Спортсменки тоже. Да, мы все занимаемся танцами. Давайте, паспорт на вас. Давайте. Анна, 23 года. Преподаватель спортивных бальных танцев. Гордится тем, что содержит себя и свою маму. Мечтает создать мировое танцевальное шоу. Предупреждает, что никому не разрешает пользоваться своей расческой и бывает резка в высказывании. Возлюбленный три года добивался расположения Анны. А когда она ответила ему взаимностью, стал издеваться над ней физически и морально. Надеется, что в Дмитрии она не ошибется. Ну и выдержка была у вашего парня. Послушайте, а зачем вы так над ним издевались? Ведь вы буквально через пару недель могли понять, нужен он вам или нет. Еще три года ты была его держать. До того, как мы начали встречаться, я не держала его и никогда ничего не обещала. И тренировалась, просто все мои мысли были только о спорте и о нашем результате совместно в паре. Поэтому... А это ваш партнер был? Нет, это был молодой человек, который со мной тренировался в одном зале. Просто мне казалось, что это не так серьезно у него. А как он вас добивался? Как ухаживал? Ну, ухаживал, надо признаться, конечно, красиво, потому что, наверное, творческий человек и поступки были очень красивые. И цветы огромными букетами, и приезды ночные к подъезду с любимой музыкой, и признание в рупор. Ну, то есть, обращал, конечно, на себя внимание. И сердце ваше не дрогнуло? Я не серьезно к этому все-таки относилась. Мне казалось, это дурачество. Он был младше меня. А он россиянин был вообще? Нет, и кавказских... Потому что вот это вот в рупор, музыку включить, это очень определенный... Нет, он русский, нет, он русский, и просто... Оттуда родом, привычки остались. Да, 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 да. И когда вы, так сказать, надломились? Надломилась, наверное, в тот момент, когда думала, что я бросила танцы, решила отдохнуть и как-то вот заняться личной жизнью. И все вместе состыковалось, и поступление в университет, и окончание карьеры. Вот когда он понял, что он вас завоевал, стал мстить вот за эти годы, за эти унижения. А как мстил? Ну, ссорами, конечно, это все ссорами, выяснениями, отношениями. Припоминал. Вот что значит кавказец? Добивался, добивался, добился и начал издеваться над ней. Ты знаешь, мне кажется, это свойственные русские. Ну, мне просто не верили, да, как-то так. Ты три года не любила, а тут вдруг раз и полюбила. Поэтому, наверное, надо быть прежде всего перед собой честной. То есть, если мне изначально не ломчил ревность, следил. Да, ревность, конечно. Наговаривал. А вы говорите, рукоприкладство тоже было? Ну, неуважение моего пространства, да, в какой-то степени, конечно, это было. В смысле, рукоприкладство в какой степени было? В небольшой степени. Просто, в любом случае, для меня неуважение... Пощечина, что ли? Резкое грубообращение. Это мог бы быть резкое сжатие руки. То есть, ну, я не думаю, что это стоит объяснять. В какой ситуации? В какой ситуации? В ситуации ревности. То есть, мне не верили, что я действительно сейчас люблю то, что я действительно искренне отношусь к человеку. И сколько вы так промучились? Что не надо за меня додумывать. Я не могу сказать, что я промучилась. Как он вас оскорблял, завал падший, что вы там переспали со всеми. Танцевальный мир просто. Поскольку я в танцевальной среде вращаюсь, такое существует, наверное, мнение. Что вот, раз ты тренируешься с партнером, то у тебя обязательно с ним должны быть какие-то отношения. А как правило, это да. Что совершенно не всегда. Это абсолютно не правда. Это 90 случаев, это правда. А как показывать, извините, чувство и страсть, если он вас везде трогает во всех местах? На правило, отношения всегда очень сильно мешают и портят танцевальную карьеру. Я знаю, что часто пары расходятся. Если возникает какая-то личная связь, выбирают себе других партнеров. Ой, да что вы? Ой, 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 кто бы рассказывал. Нет, тут нам сейчас прям кепку садят с козырьками оден, чтобы лапша свисала. До выхода на площадку ты можешь быть одним человеком, но с выхода на площадку это артистизм. Это каторжный труд, каторжный труд, боже мой. Если человек не хочет доверять, то ты хоть монашескую форму можешь одеть, и все равно к тебе придерутся, что ты не там улыбнулась. Вы поняли, что, в общем-то, три года не зря вы сопротивлялись. Вот тут есть некая ошибка, что отпустил. Отпустил, тяжело отпустил, не хотел это принимать. Мне кажется, у нее даже серьезных отношений до них не было. Да, да, у нее не было серьезных отношений, потому что она, мне кажется, до сих пор этим танцами занимается, и у нее не было времени. Анечка, вот вы послушали историю Дмитрия, а как вам кажется в его случае? Я не совсем поняла, когда вы узнали, что у нее вот такие отношения. Это она вам сама сказала, или вы как-то это узнали? 23 марта 2009 года. Слушай, 2009 года у меня, роковой год. А вы уже сделали ей предложение до этого? Ну, в общем-то... Сделал. Ну, я вот не совсем понимаю, почему надо... Если ты уже сделал предложение, ты решил быть с этим человеком. Мне кажется, вы же не на второй день сделали ей предложение, уже вы столько... А так подумать надо. И все-таки, а правильно ли я делала? Не смог с этим дожить. А представьте себе такую ситуацию. Все-таки свадьба состоялась, вы женились, и вот она беременна на втором-третьем месяце. И тут вы узнаете, что она была в всех самых отношениях. Развелись бы? Да, да, конечно. Я бы не стал мучить ни себя, ни ее, тем более ребенка. Не страшно, Ань. А ребенок... Извините, пожалуйста. А ребенок это от этой девушки? Нет. Нет, от другой? От другой. Ну, мне кажется, немножко неответственно. То есть в любом случае, когда есть какие-то отношения, надо беречь другого человека. И найти подходящий момент для того, чтобы сделать какой-то резкий шаг. Я тоже считаю, что если ты любишь человека, ты должен быть его адвокатом. Даже когда весь мир против вас, весь мир считает, что твой муж подонок, ты должна быть на его стороне. И так же по отношению к женщине. Понимаете, жизнь длинная. И когда ты женишься, ну не узнаешь ты историю, что у него были с кем-то одной. Узнаешь что-то другое, неприятное. Нужно научиться с этим жить. Думать все время, что ты тоже не святой. Это любимый твой человек на весах. А все остальное, ну как-то пытаться с собой бороться. Аннушка, извините за вопрос, но у нас такие пожелания. Вы целомудренны? О, какой вопрос. Целомудренно. Какой вопрос. Мне 23 года, я не считаю, что обязательно надо быть целомудренной до свадьбы. То есть у меня были отношения, в которых я должна была проверить целомудренно человека. Я был ответ на свой вопрос. А у вас есть теперь наработанная тактика работы с мужчиной-агрессором? Потому что вам попался классический солнечный вампир. Человек, который распирает энергию, и которому нужно эту энергию куда-то слить. То он эту энергию из себя вытравливал тем, что он за вами ухаживал. Ну то есть у него был достойный объект. Когда цель была достигнута, вас начали изводить. Вот вы понимаете теперь, как можно с ревнивцем или раздраженным человеком? Я теперь мужчину-агрессора чувствую за километр. Нашего чувствуете? А то есть другу, мне кажется, стоит прислушиваться к другу. Нет, ну вы чувствуете? Ну сейчас нет, у вас достаточно спокойная позиция. Вы же видите, у него на лбу написано, что у Дмитрия чудовищный тяжелый характер. Он ревниведа безумный. И он всегда найдет проблему и причину, чтобы помотать себе нервы, чтобы помотать нервы вам. Вы готовы? Конечно, пройти еще раз столько испытаний мне бы не хотелось на почве ревности. Вы готовы показать сюрприз? Да, только нам нужно переодеться. Пожалуйста. Спасибо. У меня сейчас есть шанс у тебя. Открываешь дверь? Да, то есть пока дичонки будут танцевать? Я так настрелил. Под шмок. Немножко помешать как-то, просто сюрпризы нужно. Друзья мои, сюрприз готов. Давайте посмотрим. О-о-о-о! Нет! Сейчас бэв-клуб? Да. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо, девчонки, спасибо, парни. Продолжение следует... АПЛОДИСМЕНТЫ Как вам, невеста? Мне понравилось. Мне понравилось. Единственное, 23 года спортсменка, танцовщица. Есть цель в жизни создать шоу, гастролировать по всему миру. Очень понятно, как в этой связи будет существовать семья. Если появится ребенок, это как минимум перерыв в карьере, если не конец. Потому что невозможно постоянно... Она будет сидеть с ребенком и будет рядом с мужем. Вот это вопрос. Если будет, то это будет очень хорошо. Какой вопрос? Вы не видите? У вас нет глаз? Я... Я думаю, Аня будет заниматься в свое удовольствие. Роза? Нет, танчик симпатичный, хороший. Пусть он по пляж немножечко. Чего, по подъездам ходите, пиво шо ли-то это? Правильно, пусть танцуют фигуру. Как говорится, он фигур как? Вот, фигура. Вот, это самое главное, конечно. Но она, конечно, терпеть вас не будет. Гонора там, мама не горюй, как говорится. Ну, конечно. А я думаю, что вы наоборот с Анечкой смогли бы найти общий язык. Вы с ней похожи. Почему нет? В ней есть какое-то здоровье, которое очень манко. Поэтому, смотрите. Прежде всего, здоровье интеллектуальное. Аня, ты вызвала самые... А, стой, 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 пожалуйста. Она произвела на меня впечатление очень живой, очень умной, очень последовательной женщины. Ну, да, действительно была такая история. Молодой человек мстил. Но вот с тем типом мужчин, на который она нарвалась, агрессоры, есть несколько возможных вариантов действия. В частности, заставить заниматься мужчину спортом, чтобы он свою агрессию через спорт сливал. А он занимался спортом? Ну, помимо этого, нужно было что-то еще придумать. У вас есть еще, помимо этого, ваша работа, где вы комментируете спортивные матчи, то есть тоже, наверное, с эмоциями там все хорошо обстоит. Поэтому проблем возникнуть не должно. Совсем скоро же легко предстоит третье свидание. Озер рекламы Смотрина продолжится. Оставайтесь с нами. Вы смотрите «Давай пошините». Я предлагаю Дмитрию встретиться с третьей универсии. Проходите. Здравствуйте, Дмитрий. Меня зовут Дарья. Я тоже профессиональная спортсменка, но хоть я в совершенстве не владею ракеткой, но я владею клюшкой. Думаю, мы с тобой сыграемся. Спасибо. Она такая крупная. Здравствуйте. С кем вы? Я пришла с подругами Женей и Катей. Давайте посмотрим. Дарья, 22 года. Кандидат к мастера спорта по хоккею на траве. Работает в Доме детского творчества. Гордится золотыми медалями. Мечтает писать сценарии для спортивных программ. Признается, что много смеется. Дарья заигралась в отношениях со своим возлюбленным и оценила его по достоинству только после того, как он ее бросил. Надеется, что Дмитрий сможет ее укоротить. Ну, вкратце свою историю. Мы встречались полтора года. Вместе не жили, жили раздельно. Он со своими родителями, я со своими. Нас это, в принципе, устраивало, поскольку я на тот момент еще была достаточно молода и не спешила, не торопилась. Мало того, вы, в общем-то, ему не говорили определенно, вы его девушка или нет. Поначалу, да. Поморочили ему голову. Но она, видимо, хотела, чтобы ее завоевывали, добивались. Признаю сразу, да, я нехорошо поступила, я это осознаю, я поняла свою ошибку. У меня был молодой человек, мы с ним встречались два года. И потом я познакомилась с моим будущим молодым человеком. С которым полтора года встречаются. Да, мы познакомились. И не сказали ему об этом, о том, что у вас есть парень. Да, я поначалу не говорила, но и мы поначалу не были парой. То есть он мне официально не предлагал быть его девушкой. То есть таких слов он мне не говорил. А разве это говорится как-то особенно? Говорится, говорит, все правильно. Пока колечко вот на этом пальчике не появится, все в почве. Я с этим птицарическим не согласилась. Нет, Марис, она же не ходила под ручку на глазах у своего парня. Это отвратительно, поэтому не учитесь, это неправильно. Если бы она из-под Винсаба ушла, я так понимаю, встретила лучше, полюбила другого. Она не полюбила. Штаб не стоял. И что, стояла, выбирала пока. Вроде бы с этим, а вроде бы, а это еще ничего не предлагает. Вот как только предложила, и все, и сказала этому. Ну да, она ничего не предлагала. Не предлагала ничего глобального. Я знаю, что я нехорошо, действительно, по отношению к человеку я очень нехорошо поступила. Я это позже поняла уже. Я запутался, это первый или второй? Это первый, первый. Он искренне ко мне относился... Ему было 18. 17. 18. Она даже тебя переплюнула. Кошмар. Скажите, Дашенька, а вы расстались с обоими одновременно? И по каким причинам? Нет, нет, как одновременно? Я с первым расстался из-за того, что я повстречала второго. А ведь он готов был вас простить. Он все готов был простить. Он звонил мне уже после нашего расставания, после того, как я ему сказала, что все, извини. Он звонил, говорил, ну, я все прощу, ну, пожалуйста. Слушай, мальчишки тоже в этом возрасте настырные. И они не понимают, как это их бросает. Я все выклоню, что ты сегодня будешь на ужин, дорогая. А тут, смотрите, она даже сидит, вот она доказывает. Форму убери из сумки. Смотри, смотри, она доказывает. Да, правильно сделали. А вы встречались по-взрослому так, да? С первым и со вторым. Ну, вообще-то. Она нигде в Сунице, да, что не в первом месте, а хорошо. Ну, ладно уж, нет, так нет. Зато мне нравится количество ваших... Со вторым по-взрослому. Хорошо, количество медалей. Значит, сколько у вас их... Медали есть. Медали есть. Есть золотые. Две золотые. Две золотые. Пять серебряных и около десяти бронзов. О! Аня, надо было все грамоты и куб, чтобы их разложить. В поляну. В данный момент я организовываю праздники для детей, для спортсменов. Помогаю писать сценарии. Для меня это пока... А учись? Нет, я закончила, я закончила. А что закончила? Я училась на спортивного режиссера. Закончила режиссуру. Вот как у вашей профессии близки? Как близки? Дима-то и сам надо не рад, что близки. Дмитрий, ну ты уже готов к семейной жизни с новой девушкой, которую ты повстречаешь в ближайшее время? Сто процентов готов. Готов. То есть все, ты уже нагулялся. Уже не будет измен. Я не гулял никогда. Не будет. Но измены же были? Были. Вот это и есть гуляние. Друзья так подулабнулись, но я никогда не не знала. Ну, у вашей стороны тоже была измена. Была, и я нагулялась, и я... А это вот темное прошлое или нет? Я что-то тоже не понимаю. Нет. Это не темное. По моей шкале нет. Дима, а как вы оцениваете свою готовность к браку? Вот что вы можете сказать о себе, что подтверждает эту готовность? Ну, я готов делать для своей семьи, работать... Зарабатывать. Зарабатывать. Стараться. Содержать. Мне бы хотелось, чтобы женщина была самодостаточной. Не в плане денег. Она же еще работать должна? Она не должна работать. То есть у нее должно быть какое-то увлечение, чтобы она развивалась. Вами будет увлекаться ребенком вашим. Этого мало. Значит, вас любить надо? Работать, ухаживать за ним? Да еще чем-то увлекаться. А когда это делать? А это разве не естественно для молодых людей? Дашенька, конечно же, женщина должна работать. А у женщин должно хватать время и на детей, и на мужем. Привозвучайся лошадиным тормозом, который коня еще на скаку оставляет. Наращивай бицепсы. А, нет, еще можно это. В качестве облегчителя для кобыл. Ну, с возу когда, чтобы кобыли легче. Покажите, пожалуйста, сюрприз. Спасибо. Сейчас сюрприз, да, мне? Мне кажется, будет хоккей. Я сама, если честно, первый раз держу вот такую клюшку в руках. Поэтому я постараюсь тебе показать парочку приемов из своего спорта. Вот этот, например, называется дриблинг. Попробуй. Смотри. На крюк. На крюк. Ага. Наоборот. Вот. Только с другой стороны переворачивай. Это хоккей-праве, да? В принципе, да, для первого раза неплохо. А, он, смотри, он в хоккей, наверное, неплохо играет. Теперь попробуй поднять и с... С лёгой, да? Да, с лёгой. АПЛОДИСМЕНТЫ Вот так, как я. Какая молодец. АПЛОДИСМЕНТЫ Смотри, как она умеет. Ни разу не умеет. Это же так пригодится в жизни. Я думаю, вот... Семейный. Есть маленький сюрприз. Это клюшка-ручка. Я хочу её тебе подарить. И надеюсь, что ты будешь делать какие-то записи ей. Вспоминай обо мне. Всего хорошего. Надеюсь, вы очень увидите. Спасибо. Девчонки, до встречи. Ю-ху! Отстреляется. Спасибо. Ну, как вам Дарья? Я думаю, что какие-то общие точки, да, скажем так, у них с Дмитрием могут быть. Но надолго ли, это, конечно, вопрос. Ну, это уже от нас зависит. Да, подруге судить, надолго ли или нет. А вам как? Ну, спортсменка, это, конечно, то, что нам надо. Это абсолютно его тип женщин. Он отдаёт приоритет этому типу женщин. С одной стороны. С другой стороны, вот эта непонятная история, которая, мне кажется, его может смутить. Обманула, подвела. Послушайте, 22 года. Была какая-то глупая, школьная, дурацкая история. С одним мальчиком любила, а другим был ума. Нет, но здесь самое главное, она же сейчас с такими глазами говорит о том, что я была не права. И вот эта внутренняя борьба какая-то, вот сейчас, она, наверное, жалеет о том, что... Я украла, когда раньше были квасные такие, что это, эти штуки, вот так кваску хотелось. Я украла три копейки и квас попила. Ну, теперь забейте меня теперь, вот бросьте меня камень. И я тоже признаюсь, что от той бабушки, которая продавала, ну, недостача была она три копейки. Вот это так выглядит. Я знала, что у тебя криминальное прошлое. Я, в принципе, и с Розой солидарная. Роза, кстати, я думала, она будет очень критична ко мне. Дашенька, во-первых, спортсменка. Мне ее, как говорится, достижения очень нравятся. И медали золотые. Так я сама спортсменка просто-напросто. Жены неплохие получаются. Главное, чтобы хорошие руки попались. Но и вы тоже должны соответствовать. Я бы, конечно, рекомендовала. А тоже опыт, да и слава богу. Вон, без прошлого надо. Это уж прям самое такое. Очень мне понравилась Дарья. Нехитрая, прямая. Ну, это вообще свойственно, мне кажется, спортсменка. Потому что они труженики. Им не до интриг, им не до вот этих кржева плести. Командный игрок. Командный игрок умеет выстраивать взаимоотношения, что очень важно в семье. Потому что ей нужно будет принять вашу родню. Как ни крути, мамы, папы, сестры, братья, друзья. А она это делает уже на бессознательном уровне. Это уже в привычке. Понимаете? Водная луна в гороскопе. Тревожная, нежная, чувствительная, ранимая, мнительная еще при этом. То есть нафантазирует себе кучу всего. Поэтому очень-очень женственное в личном общении и совершенно не бронебойное. Но я могу сказать, что женщины-спортсменки не всегда будут вас интересовать, волновать так, как сейчас. Поэтому я думаю, что эту часть ее натура трепетно вы тоже когда-то оцените. Друзья мои, как вам кажется, кто из этих девушек может осчастливить Дмитрия? Вы знаете, мне трудно сказать, возникла ли искра какая-то, которая должна возникнуть. Я могу только предположить. Мне кажется, что нет ни в одном из трех случаев. Но мне кажется, Аня, старая девушка, это та девушка, с которой Диме могло бы быть интересно в плане чисто общения. Спасибо, что вы скажете. Мне кажется, что любая из них могла бы его счастливить. Мне все три понравились. Ань, ты выйдешь, если он зайдет? Ань, давай. Вы монтируетесь с каждой из девушек, которые сегодня пришли за вас бороться. Но я думаю, что с Анной у вас точно могут сложиться отношения. Ну, сегодняшняя программа еще раз подтверждает за то, что невинная девушка по теории вероятности чаще всего становится целомудренной женой и так далее. Поэтому я буду отталкиваться от этой шкалы по степени туманности прошлого. Вот мне кажется, что дальше всех от невинности стоит Арина, за ней Анна. И ближе всего это Дарья. Поэтому этот критерий для вас важен. Дарья. Ну, Даша, если он сюда зайдет, ты как, выйдешь за ним? Катя, он мне понравился. И если он сюда зайдет, я за ним выйду. Конечно, нужно выбрать Анну. Потому что она одна вам достойно оппонировала сегодня. Вот я за нее. Дмитрий, кого бы вы не выбрали, мы будем на вашей стороне. Поэтому, пожалуйста, проходите, мы вас поддержим. Выражайте симпатию нашим будущим героям. Отправляйте смс их номером по телефону в 4-4. Кирилл, 48 лет, номер 2176. Стилист в салоне красоты. Родился в Сирии, в Москве живет около 10 лет. Каждые полгода ездит отдыхать на море. Уверен, что спокойная, добрая и домашняя женщина стала бы для него идеальной женой. Любовь, 26 лет, номер 2177. Бухгалтер в иностранной компании. Пишет стихи для себя и друзей. Любит создавать красивые букеты. Мечтает встретить целеустремленного и инициативного мужчину по имени Алексей. А мы не знаем, выйдет Дмитрий один или с избранницей. Я приглашаю всех выйти. Давайте его поддержим. Проходите, я вас жду. Здравствуйте, Дмитрий, еще разочек. Здравствуйте, Дмитрий. Но я с вами не выйду, мне кажется, у нас не совсем сложится. Я как-то почувствовала вот эту ревность, поэтому извините, конечно. Девочка, почему один? Сказала, что не по пути нам. Мне жаль. А мне не очень. Почему? Ну, потому что так должно быть. Ну, хорошо. Сегодня у нас нет пары. Не стоит расстраиваться, что пара не сложилась. Оригинальные конфеты Степа от конфетной фабрики «Славянка». Подарит много радостных минут «Славянка». Несет радость людям. Если вы тоже одинокий, заполняйте конфеты на сайте Первого канала и становитесь участником программы. Если вам понравился кто-то из участников сегодняшней программы и вы хотите с ним познакомиться, отправляйте смысл с именем героя на номер 4-4-4. Я Лариса Бузиева желаю, чтобы любимый человек обязательно. Он постоянно звонил мне, приходил, стоял у дома. Я все время нахожусь в напряжении, потому что я боюсь, что сейчас вот-вот-вот должно что-то случиться. Сейчас она, извините за выражение, что-то ляпнет. Меня называют Рапунцель, наверное, поэтому не зря. А мне кажется, что вы такая лукерия. Она очень выносливая. И мусор может вынести, и мозг, если надо. К единственному нежному, бегу по полю снежному. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова